Ответный удар. Египетская авиация бомбит Синайский полуостров. Цель воздушной атаки базы террористов ИГИЛ. Это реакция властей на теракт в мечети. В пятницу во время молитвы боевики уничтожили более 300 человек. О том, что происходит на Синае сейчас, расскажет Сергей Услендер. В Египте трехдневный траур. События на Синае потрясли вроде бы привычных ко всему египтян. Такое количество жертв невероятно даже для страны, где теракты происходят почти ежедневно. Больше 300 убитых, среди них много детей. Все разговоры, новости и сообщения сейчас только о том, что произошло. Даже когда один человек умирает, это трагедия. Для его детей, близких, семьи. Это ужасно, когда человек погибает, держа на руках своего ребенка. Господь оставил нас. Где же вера? Где ислам, к которому они призывают? Власти наконец-то должны отреагировать на это. Я не хочу просыпаться каждый день и слышать, что кто-то снова умер. Сыт по горло. Мы же не в джунглях живем. В стране должно быть безопасно. Но вот безопасной страны уже нет. На Синае Каир давно и безуспешно ведет войну с террористами исламского государства. Там уже сосредоточен крупный воинский контингент с тяжелым оружием, бронетехникой и авиацией. И все равно перелома нет. Теракты продолжаются. Нападения на армейские посты стали чуть ли не ежедневными. Противостоять террору, такому натиску, египтяне просто не способны. И, ну, как вот указывает на это глава израильской комиссии Кнессета по обороне и внешним делам Эвидихтор, судя по всему, есть пробелы в сфере сбора информации, в сборе разведывательных данных. То есть, если дела обстоят так, то действительно ситуация, она угрожает. Причем не только Египту, она угрожает и Израилю. Египетская армия оказалась не способной вести войну третьего поколения против мобильных террористов, которые наносят чувствительные удары, но при этом у них нет главного штаба, который можно уничтожить. Кроме того, уцелевшие боевики ИГИЛ после поражения в Ираке и Сирии перебираются на Синай, чтобы продолжать войну. В боевые действия уже вмешался Израиль. Его авиация наносит по боевикам удары, а разведка делится с египтянами информацией. Согласно условиям мирного договора между Израилем и Египтом, Каир не может иметь на Синайском полуострове военные части. Там категорически запрещено размещать бронетехнику и артиллерию. Но Иерусалим уже несколько раз давал на это свое разрешение. Здесь прекрасно понимают, если не позволить египтянам воевать с террористами, придется делать это самим, со всеми возможными последствиями. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.